Девятые военно-патриотические игры собрали на певческом поле города Сартовала учащихся всех школ района. Участникам предстояло попробовать себя в сборке и разборке автомата Калашникова, кросс-биатлоне, туристической полозе препятствий. Больше всего эмоций вызвала у детей так называемая игра в войнушку на современный лад. Подробнее в сюжете Юлии Кучеренко. Строевой шаг, а потом и песни. Командам необходимо показать слаженность и хороший слух. Так участники из Рускеала пели настолько хорошо, что сразу заслужили похвалу ведущего. Размявшись на плацу, команды расходятся по станциям. Здесь юные бойцы должны как можно быстрее собрать и разобрать автомат Калашникова. Судьи обращают внимание не столько на скорость, сколько на правильность сборки-разборки оружия. Некоторые старшеклассники и не сказать, что тяжелее телефона в руках ничего не держали. Справляются легко. На туристической полосе препятствий юные бойцы развивают скорость. Самое сложное было, самый последний этап, надо было перелезть. Ну и вот предпоследний, вот там натягивать надо было сильно веревку. Вот эту полосу сложно было проходить? Нет, не сложно для меня нет. Ну я, можно сказать, спортивный, и для меня было не сложно. А каким спортом ты занимаешься? Ну я бегаю на лыжах, занимаюсь баскетбол, волейбол, всем занимаюсь. Затем команды встречаются уже на боевом поле. Одна нападает, вторая обороняется. Задача у нападающих – захватить флаг противника. У обороняющихся – защитить его. Войнушка ведь это куча всяких тактических, наблюдательных игр и так далее. В практике школы обычно этого уже нет. Пытаемся их тактики научить, чтобы соображать. Игра так увлекает ребят, что на поле боя появляются и первые раненые. Это приобщение к истории, спортивные состязания, соперничество, борьба и стремление победить самого себя. После состязания юные бойцы уже в качестве зрителей наблюдают за показательными выступлениями клуба смешанных единоборств «Сейд». Это традиция, которую организатор игр «Прионежская сетевая компания» старается сохранять. Мы первые игры провели в Музерском районе в 2010 году для школ Музерского района для ребят. И они были посвящены как раз 65-летию Великой Победы. Но когда мы посмотрели, как ребята реагируют на эти игры, когда мы посмотрели, как им это все нравится, то мы решили сделать это все традиционным. По традиции награждение лучших. В этом году первое место в военно-патриотических играх заняла Кааламская школа. Второе место у Сартовальской школы номер 6. На третьем бойцы из Пуйкольской средней школы. Юлия Кучеренко, Владимир Волотовский, Сампо ТВ 360, Сартовало.